Следующая задача тоже чрезвычайно простая. Три стороны четырехугольника равны одной и той же величине какой-то. Через эту величину выразите четвертую сторону, если два угла, образованные известными сторонами, это 120 градусов. Ну, в общем, вот это на практике. Сумма или карточка? Вот это отрезмерите. Вот это 120 и это 120. Ну, это совсем не из-за точки зрения, совсем-совсем легкая. Фактически, вот эта трапеция требуется найти основания, а есть известные углы при верхнем сентрасте ААА, там внизу что будет? Нет, если вы это не можете решить, то вы ничего не можете. Мы проведем вот так вот отрезок длиной А и так, когда идем на А под углом 60, то у нас здесь получится равный треугольник. Конечно! Это просто картинка, сложенная из трех равносторонних треугольников. Очевидно? Да. Непонятно, что АА и АА, два АА. Отлично, молодцы. То же самое. Напротив стороны длины А в треугольнике угол 120 градусов. Другие две стороны, В и С, докажите, что из отрезков А, В и В плюс С можно сложить треугольник. И это тоже, в общем-то, не сильно трудная задача. Вот так вот В, она с помощью структуры равномерных треугольников. Все, молодец, абсолютно верно. Абсолютно верно. Просто, если из 180 вычесть 120, будет 60. И поэтому вот этот треугольник, он что? Равносторонний. Вот вам то самое В плюс С, вот вам В, вот вам А. И, соответственно, этот дубл сколько будет? Какой? Все. Вот этот дубл. 60 градусов. Поняли? Да. Точно.